Упрощёнка так ласково называли предприниматели привычную за долгие годы систему налогообложения. Но с 1 января 2023 года этой категории плательщиков придётся о ней забыть. Вместе с тем, в налоговой декларации по налогу при упрощённой системе за текущий год не нужно проставлять отметку о прекращении её применения. На смену ей с нового года придут общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц и система уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. В настоящее время в общем случае ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей составляет 16% от так называемого чистого дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности. То есть доходы, полученные от предпринимательской деятельности, минус расходы, связанные с предпринимательской деятельностью и документально подтверждённые, минус вычеты, стандартные социальные и имущественные. при отсутствии места основной работы и наличии оснований. Кроме того, вместо подтвержденных и документально учитываемых расходов можно уменьшить доходы на 20% и вычислить подоходный налог от оставшейся суммы. Следует отметить, что предпринимателям, плательщикам подоходного налога, принявшим решение об уплате НДС в 2023 году, не позднее 20 января необходимо предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет соответствующее уведомление. Система уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц применяется только по отдельным видам деятельности, установленным в настоящее время в пункте 1 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь. Ставки единого налога установлены в приложении 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. При этом подавать налоговую декларацию и уплачивать единый налог необходимо наперед. Для предпринимателей, которые впервые начали такую деятельность в календарном году с уплатой единого налога не позднее рабочего дня предшествующего дню осуществления такой деятельности. В остальных случаях не позднее 1 числа календарного месяца.